Всем привет! Меня зовут Оля Люки и вы на канале Люки Йога. Сегодня мы с вами сделаем полноценную практику на все тело, но добавим акцент на проработку мышц живота. Давайте начинать. Занимайте ваши места на ковриках, садитесь в удобную позу и вытягивайтесь макушкой как можно выше. Выпрямите спину, подтяните себя со всех сторон как можно выше и закройте глаза. Начинаем мы с настройки на практику. В этот момент просто переводите свое внимание с вашего внешнего мира на мир внутренний. Постарайтесь удлинить ваши вдохи и выдохи. При этом расслабьте ваш корпус, расслабьте лицо, плечи, руки. Почувствуйте какие ощущения появляются в теле у вас от вдохов, какие появляются от выдохов. Сделаем еще несколько глубоких вдохов и выдохов и со следующим вдохом откройте глаза. На следующий вдох. Потянитесь ладошками вверх, выпрямите спину, еще выше потянитесь вверх. С выдохом скручиваемся в правую сторону. Правая рука отправляется за спину, левая на правое колено. Постарайтесь не запрокидывать корпус назад при этом. Тянемся макушкой выше, скручиваемся еще чуть сильнее вправо. Постарайтесь не помогать себе руками скручиваться, а делайте это именно корпусом. И еще один вдох здесь. Выдох. На вдохе возвращаемся в центр, вытягиваемся ладошками вверх. Выдох, скручиваемся в левую сторону. Хорошо. Еще один глубокий вдох. Выдох. Опять же напоминаю, что скручиваемся мы за счет корпуса. Потяните грудную клетку вперед и влево. И еще один вдох. Выдох. И со вдохом возвращаемся в центр, вытягиваемся ладошками вверх. Выдох, руки в намасте. Хорошо. Отсюда переходим на четвереньки. Кисти ставим под плечами, коленочки под бедрами. Глубокий вдох. Выдох. Вырастаем собаку мордой вниз, отрываем колени от коврика, тянемся ягодицами как можно выше. В собаке мордой вниз у нас максимально прямая линия от ладони через плечо и до таза. Если сильно тянет под коленями, больше сгибайте ноги в коленях и отрывайте спокойно пяточки от коврика. Тянемся еще дальше ягодицами. Руками выталкиваем себя из коврика. И еще здесь вдох, выдох. И вдох, выдох. Хорошо. Отсюда плавно перетекаем в планку, встаем на носочки, с круглой спиной перетекаем вперед. Если нужно, подшагните ладошками чуть дальше по коврику, выталкиваем спину выше и сделаем с вами несколько переходов из планки в собаку мордой вниз. Сгибаем ножки в коленях, прогибаемся в пояснице, тянемся ягодицами назад и вверх, переходим в собаку мордой вниз. Отсюда снова встаем на носочки, скругляем спину, перетекаем в планку. И согнули ноги в коленях, прогнулись в пояснице, ягодицами тянемся назад и вверх, собаку мордой вниз. И встаем на носочки, скругляем спину, перетекаем в планку. И еще раз собаку мордой вниз. И еще раз в планку. И отсюда еще раз собаку мордой вниз. И еще раз в планку. Хорошо, здесь зафиксировались в планке. Теперь выталкиваем спину как можно выше, копчик подкручен, кисти под плечами. Отсюда мы отрываем правую ножку вверх, поднимаем ее не сильно высоко. И тянемся правым коленом к правому локтю. Дотянулись и вернули назад. Раз. Дотянулись. Вернули назад. Два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Теперь колено тянем к груди. Выталкиваем себя еще чуть выше в планку. Держим. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Шагаем правой стопой между ладоней. Опускаем левое колено на коврик. Вытягиваем левый носочек. На вдохе тянемся ладошками вверх. Выдох. Опускаем ручки в стороны. Как будто бы руки у вас кактусом. То есть такой угол 90 градусов в локтях. Отсюда мы сделаем вдох в середине. На выдохе скручиваемся в правую сторону. Тянемся грудью вперед. Скручиваемся еще вправо, вправо, вправо. И еще один вдох здесь. Выдох. И еще один вдох. Выдох. Хорошо. Плавно возвращаемся в центр. Опускаем ручки перед собой. Таз тянется назад. Правую ногу выпрямляем, насколько получается. И натягиваем правый носочек на себя. Здесь мы с вами плавно-плавно опускаемся как можно ниже к правому бедру. Опять же, если сильно тянет под коленом, можно больше согнуть ногу в колене. Дышим. Попробуйте расслабиться и с каждым выдохом опускаться чуточку ниже. Сзади у нас ягодицы не уходят за линию колена. Проследите за этим моментом. Сделаем еще один вдох. И на выдохе ближе прижимаемся к правому бедру. Вдох. И еще один вдох здесь. Выдох. И на вдохе вырастаем вверх. Переводим таз вперед. Руками упираемся в коврик. Отрываем левое колено от коврика. И ловим баланс. Как только поймали баланс, отрываем ручки от коврика. Вырастаем в верхний выпад. Сделаем здесь вдох. Выдох. Хорошо. И отсюда левую пяточку мы ставим на коврик. И оказываемся в позе воина 2. Ручки разводим в стороны. Взгляд можно оставить прямо перед собой. Можно увести за правой ладошкой. Здесь проследите, чтобы вы не заваливались сильно на правую ногу. Корпус остается в центре. Шея длинная. Плечи тянутся от ушей. Хорошо. Давайте сделаем здесь несколько таких пружинистых движений. Приготовились. И начали. Приседаем вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Отсюда потянулись левой рукой к левому бедру. Правой в сторону головы. Уходим в позу перевернутого воина. Потянулись как можно дальше. И отсюда. Руки делают колесо. Возвращаемся в выпад с руками на коврике. Отшагиваем отсюда правой стопой назад. И давайте сделаем виньясу. Плечики переводим вперед. Сгибаем руки в локтях. Четуранга. Отсюда собака мордой вверх. Или планка, если вам некомфортно в пояснице. И отсюда переходим в собаку мордой вниз. Сделайте глубокий вдох. Выдох. И еще один вдох. И выдох. Хорошо. Оттолкнитесь руками от коврика. Почувствуйте, как у вас плечи работают. Они помогают вам держать эту позу. Потянитесь ягодицами еще дальше. И отсюда перетекаем в планку. Если нужно, опять же, ладошки шагают чуть вперед, чтобы оказаться под плечами. Отрываем левую ногу от коврика. Поднимаем ее чуть-чуть вверх. И будем касаться левым коленом левого локтя. Итак, приготовились и начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Теперь колено подтянули к груди. Задержались еще здесь. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Шагаем левой ногой между ладонями. Отлично. Опускаем правое колено на коврик. Вытягиваем правый носочек. Отрываем руки от коврика. Вытягиваемся ими как можно выше. Хорошо. Сделаем глубокий вдох. Выдох. Руки кактуса. И еще один вдох. С выдохом скручиваемся в левую сторону. Тянемся грудью вперед. При этом лопатки как будто бы хотим собрать. Наоборот свести за спиной. Скручиваемся здесь. Тянемся еще левее. 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 Такое скручивание на силе. И еще потянитесь чуточку левее. Еще здесь вдох. Выдох. И еще один вдох. И выдох. Хорошо. Возвращаемся в центр. Потянулись ручками вверх. Выдох. Опускаем ладошки перед собой. Таз переводим назад. Натягиваем левый носочек на себя. И оказываемся в полушпагате. Левое колено можно подсогнуть. Опять же, если сильно тянет. Выбирайте для себя комфортное положение. И плавно мы начинаем привыкать. Больше расслабляться в этом положении. И возможно опускаться чуточку ниже. Но если у вас не получается этого пока, ничего страшного. Просто помните для себя, что вы работаете над собой. Работаете со своим телом. И то, что вы сегодня на коврике, уже говорит о том, что вы большой молодец. Или большая молодец. И давайте на выдохе еще чуточку ниже попробуем опуститься. Сзади у нас таз над коленом. Не уводите его далеко назад. И еще один вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Хорошо. Плавненько поднимаемся наверх. Таз переводим вперед. Ручками упираемся в коврик. Заднюю ногу ставим на носочек. И отрываем от коврик. Поймали баланс. Отрываем руки от коврика. Тянемся как можно выше. Вдох. С выдохом опускаем правую пяточку на коврик. Руки разводим в стороны. И оказываемся в позе воина. Присядьте здесь максимально низко, насколько у вас получается. Корпус оставляйте в центре. Следите, чтобы вам было комфортно в правом колене. Хорошо. И здесь сделаем пружинку. Приготовились. И начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. В самом низу. Отсюда правая рука на правое бедро. Левая рука тянется в сторону головы. Наклоняемся в правую сторону. Перевернутый воин. Потянулись еще чуть дальше. Левой рукой. Почувствовали как вытягивается вся левая сторона тела. Хорошо. И отсюда ручки колесом возвращаются вперед на коврик. И мы отшагиваем назад в планку. Здесь виньяса. Плечи вперед. Четуранга. Собака мордой вверх. Или сразу планка. И собака мордой вниз. Хорошо. Отталкиваемся руками от коврика. Плечи примерно на уровне ушей. Не проваливаемся в плечах. Дышим. Восстанавливаем дыхание. Хорошо. Отсюда снова перетекаем в планку. Перетекли в планку. И из нее переходим в планку на локтях. Ручки сгибаются. Можно собрать руки в замок перед собой. Можно оставить ладошки параллельно друг к другу. И здесь мы с вами будем делать такие движения тазом. Сначала в правую сторону, потом в левую. А каждый раз касаясь тазом коврика. Стопы стоят примерно на ширине бедер. Может быть даже чуть-чуть шире. Единственное условие каждый раз подниматься в высокую планку. То есть таз не проваливаем. Копчик подкручен внутрь. Спина такая в виде дуги. Итак, приготовились. И начали. Вправо, вверх, влево, вверх. Вправо, вверх. Влево, вверх. Вправо, вверх. Влево, вверх. Вправо, вверх. Влево, вверх. Продолжаем. вправо, лево, вправо, влево, и еще раз вправо, и влево, и еще раз вправо, и влево. Хорошо. Опускаем таз на коврик, ручки вытягиваем вдоль туловища и кладем либо правую или левую щеку на коврик, либо лоб опускаем на коврик. Расслабляемся здесь, несколько вдохов-выдохов. Хорошо. Отсюда ручки уводим назад, отрываем ладошки от коврика, плечи отрываются от коврика, взгляд вниз. Теперь отрываем обе стопы от коврика и зависаем в этом положении, плечи поднимаем еще как можно выше, сзади ноги как можно выше. Держим. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, плечи выше, четыре, три, два, и один. Ложимся на коврик, расслабляем спину. Хорошо. Отсюда мы просто переворачиваемся на спину, переворачиваемся, ножки вытягиваем, стопы примерно на ширине бедер, носочки натягиваем на себя. И сейчас мы будем делать пружинку для мышц живота. Как это будет выглядеть? Давайте сначала покажу, затем сделаем вместе. Мы отрываем голову, плечи от коврика, ладошками тянемся в сторону стоп и скользим сверху бедер ладонями в сторону носочков, каждый раз не опускаясь головой и плечами на коврик. То есть мы их как подняли один раз в начале упражнения, так и держим все время наверху. Итак, приготовились. Исходное положение у нас. Голову оторвали, плечики оторвали, носочки натянуты, ладошки тянутся в сторону стоп. И начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, 7 8 9 10 можно отдохнуть можно еще сделать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 я надеюсь что вы тоже доделали до этого ощущения жжения в мышцах и теперь можно расслабиться просто у всех это ощущение появляется на разном счете у кого-то это ощущение может появиться на 10 счет если человек давно ничем не занимался или вообще никогда не ничем не занимался у кого-то это может быть 20 счет 25 30 и так далее вот поэтому если вы сделали меньше повторений опять же ничего страшного главное следить за ощущениями как ваше тело при этом себя чувствует если она чувствует нагрузку значит вы все сделали правильно просто подышим еще расслабимся хорошо теперь тянемся за ладошками вперед и вырастаем в положении сидя следующее упражнение она будет весьма интересно она необычная садимся ножки разводим в стороны можно развернуться по коврику и в чем состоит задание мы будем поочередно опять же ноги могут быть не сильно широко могут быть чуть больше вперед тут тоже смотрите как вам удобно ручки касаются полу перед собой либо за спиной и мы будем поочередно поднимать ноги правую затем левую если у вас ноги даже не отрываются от коврика если вам не хватает сил все равно делайте пытайтесь их поднять то есть ваши мышцы они учатся от этих маленьких движений которых вы даже не заметить может быть визуально но внутри они будут происходить поэтому в любом случае делайте под мой счет и давайте начинать итак приготовились ручки упираются в пол либо перед собой либо за спиной иначе право-лево 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 Правая, левая, еще раз, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая и правая, левая. Хорошо, расслабились, встряхните ножки, они у нас здесь тоже работают. Опять же, может быть у вас прям чуть-чуть пяточки отрываются от коврика, это абсолютно нормально. С этого тоже все начинают, неважно, неважно кто, все спортсмены даже с этого начинают. Так, ну что, отдохнули, теперь делаем практически то же самое, но мы постараемся задержать ногу на весу, давайте на 3 секунды. Итак, приготовились, правая, первая, поднимаем, держим, раз, два, три, опустили, левая, раз, два, три, опустили, еще раз, правая, раз, два, три, опустили, левая, раз, два, три, опустили. Опустили. И последний раз правая. Раз, два, три. Опустили. И левая. Раз, два, три. Опустили. Можно расслабиться. Опять же, стряхните ножки. Хорошо. Собираем ноги. Остаемся также в положении сидя. И давайте ручки поставим за спиной. Ножки сгибаем в коленях. И таз переводим ближе к бедрам. Давайте сделаем такие переходы из позы стола. Отрываем таз, поднимаем его вверх. И садимся, тянемся ягодицами ближе к рукам. Вытягиваем ножки, носочки натягиваем на себя. И еще раз. Переходим таз вверх. И назад. И еще раз вверх. И назад. И последний раз вверх. Задержимся здесь. Ягодицы сожмите. Подтолкните таз еще чуть выше. Вытолкните себя в руках как можно выше. И пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Опускаемся на коврик. Ручки можно стряхнуть. Пододвиньтесь стопами, ягодицами чуть дальше по коврику. Так, чтобы сзади было место куда лечь. И плавненько с круглой спиной опускаемся на коврик. Сделайте глубокий вдох. Выдох. И еще один вдох. И выдох. Хорошо. Сгибаем ножки в коленях. Не обязательно двигать стопы близко к ягодицам. Они могут быть чуть дальше. Отрываем голову, плечи. Тянемся правой рукой к правой голени. Левой рукой к левой голени. И не опускаем голову и плечи на коврик. Итак, приготовились. И начали. Право, лево. 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 Продолжаем. Право, влево. Вправо, влево. Вправо, влево. Вправо, влево. И еще вправо. Влево. Вправо, влево. Вправо, влево. И вправо, влево. В центр. Задержались. Держим. пять четыре три два и один хух опускаемся на коврик хорошо расслабьтесь можно положить одну руку на живот одну на уровень сердца и просто подышите почувствуйте как ваши мышцы расслабляются хорошо теперь подтягиваем стопы ближе к ягодицам средний палец касается пяточки отсюда выталкиваем ягодицы вверх подшагиваем плечами друг другу лопатки сводим за спиной и выталкиваем то свыше выше полу мост ягодицы сжимаем сильно пятками отталкиваемся от пола можно еще плечами подшагнуть ближе друг другу если не получается соединять руки в замок можно вытянуть их вдоль коврика оставить на коврике ничего страшного хорошо еще чуточку выше и опускаемся на коврик обхватываем себя за коленочки прижимаем колени к груди можно покататься из стороны в сторону хорошо вытягиваем ножки тянемся вперед к ногам вырастаем в положении сидим так хорошо отсюда мы с вами переходим в позу голубя правую ножку сгибаем перед собой левую вытягиваем назад и садимся в позе голубя можно ближе к себе двигать пяточку переднюю при этом носочек натягиваем на себя правое колено смотрит как можно больше в правую сторону и постарайтесь не заваливаться на правое бедро чтобы почувствовать что это значит заваливаться на правый бедро давайте с вами сделаем такое упражнение мы будем сейчас специально заваливаться на правое бедро прям почувствуйте как вы на нем сидите а теперь Подтяните левое бедро, его переднюю поверхность к коврику, и вы почувствуете, как вес у вас ушел с правого бедра. И давайте несколько раз так еще сделаем. Вправо, влево и вправо, влево и еще раз вправо, влево и вправо, влево. И вот теперь влево мы, когда перешли, зависаем здесь. Тянемся тазом вперед. Если вы чувствуете, что вам комфортно здесь, можно опуститься на локти. Можно даже опуститься на грудь еще ниже, если вам комфортно. Я просто не буду, у меня здесь ручки некуда вытянуть, поэтому буду повыше. Если есть желание, вы можете опуститься еще ниже. И подышим с вами здесь несколько глубоких вдохов и выдохов. Если вам становится больно, то выходите из этого положения. Больно быть не должно. Мы всегда с вами находим именно то положение, где нам тянет, где нам приятно тянет. Может быть, чуть-чуть неприятно тянет, но ни в коем случае не больно. Вообще все наши занятия, они должны быть в удовольствии. Хорошо. Плавненько поднимаемся. Заваливаемся на правое бедро. Левую ножку переводим вперед, сгибаем ее перед собой. И правую назад. Оказываемся в позе голубя на левую ножку. Давайте найдем наше идеальное положение. Пятку переднюю можно двигать ближе к себе. Можно двигать дальше от себя. Смотрите, где вам удобнее, где вам комфортно. Так, хорошо. И сделаем наше упражнение, чтобы понять, где находится наш корпус. В правильном положении или нет. Заваливаемся на левое бедро. И возвращаемся в центр. Тянемся правым бедром к коврику. И еще раз. Влево. Вправо. Влево. Вправо. И влево. Вправо. Хорошо. Остаемся теперь здесь. Не заваливаемся в левую сторону. Если комфортно, опускаемся на локти. Дышим глубоко. Постарайтесь расслабить левое бедро, левую ягодицу. Можно еще представить, как будто бы вы дышите через эту точку, где испытываете наибольшее напряжение. Как будто бы вы дышите через нее, и каждый раз на выдохе эта точка, эта часть вашего тела расслабляется чуточку больше и больше. Аккуратно поднимаемся. Правую ножку подтягиваем вперед. Садимся, обе ноги вытягиваем перед собой. Натягиваем носочки на себя. И тянемся ладошками, обхватываем себя за стопы или за голени. Пробуем положить грудную клетку на бедра. Если для этого нужно согнуть ноги в коленях, сгибайте. И отсюда плавно-плавно пробуйте больше выпрямлять ноги в коленях. Возможно, это не сразу произойдет, со временем. Но ничего страшного, всему свое время. Хорошо. Вы, наверное, часто от меня вообще во время занятий слышите фразу «Ничего страшного». И я думаю, что я не просто так ее повторяю, потому что мы часто любим себя критиковать, часто говорить себе что-то негативное. Но очень часто этого просто не нужно делать, потому что мы находимся именно там, где мы должны быть. И наше тело, оно тоже находится именно в таком состоянии, которое идеально для нас сегодня. Мы делаем то, что мы должны, мы занимаемся, мы удивляем внимание своему телу, а все остальное придет со временем. И не нужно нам себя осудить и как-то критиковать за то, что мы не можем сейчас сделать того, что нам хочется. Хорошо. Плавно, с круглой спиной отсюда вырастаем. И давайте ложимся еще раз на коврик. Смотрите, чтобы у вас было место, куда лечь на коврике. Ставим стопы на противоположные края коврика, вытягиваем ручки вдоль туловища, ладошки смотрят вверх. Найдите самое комфортное ваше положение. Проследите, чтобы ваши плечи комфортно лежали. Ягодицы, поясница. Закройте глаза. И начните глубоко дышать. Отследите, какие ощущения сейчас в вашем теле. Почувствуйте, как с каждым выдохом ваше тело расслабляется все больше и больше. Расслабляется лицо, шея, плечи, руки. Расслабляется грудная клетка, живот, таз, ягодицы. Расслабляются бедра, голени, лодыжки и стопы. И теперь все, ваше тело абсолютно расслаблено. Мысленно поблагодарите себя за практику. Почувствуйте эту благодарность каждой клеточкой своего тела. И старайтесь как можно дольше сдаваться с этим ощущением благодарности внутри. Вы можете провести в шивасане еще несколько минут. Столько, сколько вам нужно. Или переворачивайтесь на бок, аккуратно помогая себе. Руками поднимайтесь. И занимайте еще раз удобную позу, сидя. Вытягиваемся макушкой выше, выпрямляем спину. Со вдохом тянемся ручками вверх, удлиняемся. И выдох руки. Намастео груди. Большое вам спасибо, что сегодня позанимались со мной. Я вас искренне благодарю. И увидимся в следующих видео. Намасте.